Здравствуйте, уважаемые обучающие студенты! Мы продолжаем с вами изучение дисциплины основы философии и делаем это дистанционно. Итак, тема сегодняшнего занятия. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим такую тему, как методы и внутреннее настроение философии. Основные вопросы, которые мы рассмотрим на сегодняшнем занятии. Первый вопрос это метод. Какой метод у нас? Диалетика, материалистический метод. Второй метод или второй вопрос это прагматический метод. И третьим вопросом мы поговорим о методах и принципах. Итак, разбираем первый пункт плана. Вообще корпус философского знания, он огромен, но имеет свою структуру и основные направления. И вот среди этих направлений выделяют такие как антологию, да, это у нас учение о бытие, гносеологию, учение о познании, логику. Мы выделяем методологию познания, философскую, ну философию как антропологическую науку или антропологию, этику, эстетику, да, историю философии, ну и многие другие. И вот различными философскими течениями и направлениями были свойственны для них различные методы построения своих философских систем. А следовательно, различные методы познания были и объяснения. Диалог и интеллектуальное созерцание, например, были характерны для Платона. Был так называемый софический метод, да, софистов-представителей, метод рассудочного познания, аналитический и синтетический. Был формально-логический метод такой, индуктивный и дедуктивный, да, характерный был, например, для аристотелев, империков или же для рационалистов нового времени. Также мы можем говорить о прагматическом методе, например, Джеймса и Перса. Если возьмем с вами Гегеля и Карла Маркса, то у них был свой диалектический метод. Ну, и сколько направлений, столько и течений существовало. Важно понимать, что вообще без метода не может существовать знание как системы и познание, как упорядоченная деятельность. Поэтому проблеме метода познания философы всегда уделяли так много внимания своим трудах, своих работах. Вот проблема метода познания природных и общественных явлений остается одной из, наверное, главных для современной философии. То есть, познавая мир, человек получает знания. Однако они нужны не сами по себе, а для дальнейшего познания, преобразования мира с целью удовлетворения материальных и духовных потребностей. Вот знание, используемое человеком в своей деятельности, называется как раз методом. То есть, метод, в переводе с греческого, означает путь исследования или познания. Методы, они построены или состоят из знаний. Поскольку знания бывают различные степени, всеобщности, да, там частные, общие или же всеобщные. Следовательно, и методы можно разделить на следующие типы. На частные, да, дальше можно разделить на, ну, сейчас я вам что отнесу, на такие методы, как для отдельных наук, для физики, химии, биологии. Можно разделить на общие, то есть, применяемые, которые в нескольких науках. Ну, например, математический метод, который можно использовать в разных науках. И третий, это всеобщий метод, или, как его называют, философский метод. Он раскрывает, это метод раскрывающий как раз единые принципы бытия, природы, общества и мышления. Вот всеобщий метод используется в каждом виде деятельности, во всех отраслях знаний, обеспечивая общую стратегию. То есть, генетическую программу, так называемую, всей деятельности. Вот наибольшую значимость в философских исследованиях прошлого и настоящего приобрела как раз вот диалектический метод. Вот его мы и разберем, это будет первый метод, о котором мы поговорим. Вот впервые в истории философии целостная концепция диалектики была разработана в немецкой классической философии. Основная заслуга в разработке диалектики, как система принципов, законов и категории, принадлежит, конечно же, Гегерю. Который представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, в изменении, в преобразовании и развитии. И он сделал попытки раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития. Вот в девятнадцатом веке развитие естествознания было связано с переходом от познания вещей к изучению связей и процессов. Что потребовало соответствующего философского метода, метода материалистической, так называемой, диалектики. То есть диалектики идей и принципов были необходимы в виде философской основы для космогонии. Канта, для химии, Дальтона, для геологии Ломоносова, например. Итак, что же такое диалектика материалистический метод и каковы основные его принципы? Вот потребность естествознания второй половины девятнадцатого века в философских обобщениях и методологии показали, что ни метафизика, ни гегельская диалектика не отвечают запросам времени, запросам эпохи. Кроме того, остро стояла в этот период проблема выявления и определения общих закономерностей исторического развития общества. Необходим был метод, который бы вытекал из материального единства мира. Карл Маркс увидел в гегельской диалектике рациональное зерно, то есть принцип движения и развития через противоречие. Об отличии как раз гегельской диалектики от материалистического метода Карл Маркса говорил, Карл Маркс тоже говорил по этому периоду, вот мой диалектический метод, он по своей основе не только отличен от гегелевского, но и является его противоположностью. То есть у Гегеля идеальное создает все, а у Маркса идеальное это материальное, перенесенное через человеческую голову и преобразованное в мир. То есть получается материалистическая диалектика составила ядро диалектики материалистического мировоззрения, а метод изучения, раскрытия закономерности, традиции и развития он получил как метод преобразования действительности. То есть диалектика является одновременно и теорией, и методом. Вот материалистическая диалектика это общая теория развития, как и любая другая наука знаний. Она представляет собой характерную для нее систему принципов, законов и категорий. И если говорить о принципах, то выделяем следующее. Первое это принцип объективности. Этот принцип вытекает из материалистического решения основного вопроса философии. То есть объективность рассмотрения это исходный принцип диалектика материалистического метода. Принцип объективности предполагает прежде всего признание объективного, реально существующего предмета познания и возможность его адекватного отражения в сознании человека в ходе его предметной деятельности. Мышление, руководящееся принципом объективности, должно дать предмету исследования приявить себя самому. То есть должно так окоситься к нему, чтобы он сам определял себя, а не получал свои представления извне. Поэтому мышление обязано подчиниться предмету, внимательно рассматриваться, присматриваться к движению его и выражать диалектику вещей и диалектику понятий. Второй принцип это принцип всесторонности. То есть объективная основа принципа всесторонности заключается в том, что хотя в реальной действительности все явления и процессы разделены в пространстве и времени, то они все же разделены через бесконечное количество связей. То есть они так или иначе, получается, взаимообуславлены. Они взаимодействуют друг с другом, находясь в определенных отношениях. Вот воздействие явлений, предметов и вещей друг на друга приводит к изменению их состояния, порождению одних другими, вплоть до их вообще полного взаимоперехода. Вот самые сложные взаимодействия характеризуют жизнь общества, которая взята как целая, оно есть не что иное, как продукт взаимодействия людей. То есть нельзя рассматривать упрощенно как необходимость и возможность понять явление сразу. Следует иметь в виду, что знания человека всегда относительны, постоянно и развиваются. Принцип всесторонности, он предостерегает нас от попытки превращения относительных знаний в абсолют или в догму. То есть что получается? Дело-то на самом деле в том, что догматизм это все же не исторический и не диалектический, а все же, наверное, схематический и закостенелый тип мышления, при котором теоретические и практические проблемы анализируются все же без учета конкретных обстоятельств, места и времени. Третий принцип – это принцип развития. Это по существу главный принцип материалистической диалектики, ибо ее можно представить как науку о развитии. Принцип развития, он синтезируется, объединяет все остальные принципы диалектики. К наиболее характерным чертам данного процесса относятся возникновение качественного нового объекта, или еще можно назвать возникновение его состояния. Второе – направленность, необратимость, закономерность, единство количественных и качественных изменений, которые разворачиваются во время. Вот развитие, оно не есть развитие вообще. Оно всегда связано с конкретным, материальным и идеальными системами. Вот разнообразие мира отражается в разнообразии развития, которые бывают прямолинейным и зигзалеобразным, ускоренным и замедленным. То есть, чистое протекание процесса возможно только, наверное, представить абстрактным. Также в философии выделяют две главные линии развития. Это прогресс и обратная составляющая – регресс. То есть, процесс – это движение вперед, это успех, это направление развития, которое характеризуется от низшего состояния к высшему, от самого простого к более сложному, к совершенному. А регресс – это обратное движение, в переводе с латинского означает. Это вот такой тип развития, для которого характерен переход на обороже, от высшего состояния к низшему. В общественной жизни это может быть застой, например, в развитии экономики, в политике или же в духовной сфере. Важность регресса в обществе связана со сложностью и противоречивостью исторического процесса, с появлением субъективизма, то есть, чего не существует природа. А поэтому история идет зигзагами и с крутыми дорогами, она выстраивается в общую линию, зигзага обраган. То есть, переход от одной общественно-экономической формации к другой. Еще одним примером это служит, например, смена эпох, смена цивилизации. Дальнейшее обоснование принципа развития, как и всей диалектики, происходит в категориях и в определенных законах. Итак, каковы же законы диалектики? Итак, признание диалектикой всеобщностью движения и развития требует ответа на самый главный функциональный вопрос. Что представляет источник, что причина движения и изменения? Вот попытки на этот вопрос берут начало еще и из глубины философии и наук. Так, например, Гераклит считал, что мир никем не создан, а есть вечно живой огонь. Помним, Гераклитовский источник первого начала, это был огонь. Вот горение, которое поддерживается через взаимодействие противоположностей. Отрицание объективности противоречия. Противоречие тоже характерно для эпохи Средневековья, для эпохи схоластия. В период становления естествознания или в период эпохи Возрождения большая роль происходит у нас в обосновании положений в противоположности самого объективного мира. И она принадлежит Николаю Кузанскому и Джордану. Например, отрицание объективности противоречия материального мира приводило к серьезным мировоззренческим и методологическим ошибкам. Ньютон причиной движения сил природы считал какую-то надприродную, надматериальную движущую силу, которая существует извне. В своих математических началах натуральной философии причиной движения планет он назвал божественный первотолчок. То есть перенесение источника движения вовне. Оно характерно и для великого немецкого философа Эммануила Канта. То есть состояние материи никогда не может изведать изменения. Иначе, как только в результате какой-либо внешней причины. В то время как состояние духа может быть изменено также в результате внешней причины, уже для человека. Как раз вот об этом говорил. Основная заслуга в обосновании принципа единства и противоположности принадлежит Гегелю. Что он заявлял? Противоречие. Вот что на самом деле движет мир. Вот гегельская диалектика, она оказала влияние на философские взгляды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые единство и борьбу противоположностей как раз и рассматривали как сущность диалектики. Основным же здесь будет как раз и являться понятие противоречия. Это было еще замечено в эпоху античности еще Гераклитом и Аристотельом. И ту же самую идею развивали мыслители эпохи Возрождения, Кузанский и Джордана Бруна. Позднее Гегель сформулировал тезис о самопротиворечивости всего существующего. И получается, таким образом, противоположности – это философская категория для обозначения таких сторон, моментов, предметов, которые одновременно. Первое – неразрывно связаны. Второе – взаимоисключают друг друга. И третье – взаимо проникают и при определенных условиях переходят друг в друга. Например, положительный может перейти в отрицательный, ассимиляция – в диссимиляцию. И материальный может стать идеальным. Вот единство конкретных противоположностей и образуют противоречия. Вот в развитии противоположностей можно выделить следующий этап. Первый – это тождественность, когда равна, затем отличие, затем этап выявления уже противоречия, который перерастает в следующий этап – это конфликт, и заканчивается все разрешением противоречия. Итак, таковы же основные виды противоречия. Вот качественное и количественное разнообразие мира, как будто материального и духовного, оно и приводит к многообразию противоречий. Специфика их отражается на познании, на видении особенностей развития и решения сложных проблем. Поэтому есть необходимость сделать классификацию противоречий. Итак, в этой классификации мы с вами выделим следующее. Первое – это будут внутренние и внешние противоречия. Вот всеобщность развития реализуется в развитии конкретных систем, материальных, духовных, да, что связано с изменением их структуры, сущность через разрешение внутренних противоречий, которые являются частью еще большей системы, но уже внешних противоречий. То есть внутренние – это противоречия, характерные для самих предметов и явлений, тех, которые находятся внутри самой системы. А внешние противоречия – это такие противоречия, это между системой, между предметами и явлением. И получается, что при осмотрении внутренних и внешних противоречий надо заметить, что те и другие являются источниками развития, приведущей роли всего, что при этом, внутренних противоречий. Следующая классификация мы сделаем такие – это основные и неосновные, главные и второстепенные противоречия. Основные противоречия – это те противоречия, которые связаны с основой системы, которые оказывают решающее воздействие на ее развитие, а также объединяют противоречия воедино. То есть в процессе развития основные и неосновные противоречия могут меняться местами. Что выявляется в другой группе противоречий, таких как главных и второстепенных? Главные противоречия – это которые на данном этапе в определенных условиях определяют все развитие. И чаще всего главные и основные противоречия – они совпадают. Однако не всегда. Этого может и не быть. В современных условиях общественного развития все большее значение для стран мира, в том числе, конечно же, и для нашей страны, преобладает противоречия в таких системах, как человек-природа и общество-природа. Это проблема экологии. Но противоречия в развитии науки и техники, социально-экономической, культурно-моральной и политической, они требуют своего решения, своих совместных действий в масштабе всех монет. И получается, что диалектический принцип реальных противоречий вещей сводится к следующему. То есть основными требованиями будут следующие. Первое – это выявление предметного противоречия. Второе – всесторонний анализ одной из противоположных сторон данного противоречия. Третье – это исследование другой противоположности. Четвертое – это рассмотрение предмета как единства противоположности в целом на основании знаний уже о каждом из них. Пятое – это определение места противоречия в системе других противоречий предметов. И шестое – это уже будет анализ механизма разрешения противоречий как процесса и результата его развертывания и обострения. Диалектические противоречия в мышлении отражают реальные противоречия. Методологическое знание закона единства и борьбы противоположностей – вот этот закон имеет важное значение для научного познания и социальной практики. Он раскрывает внутренний источник движения и развития, принцип самого движения. Всеобщность единства и борьбы противоположностей указывает на то, что противоречивая действительность должна отражаться в противоречивых формах мышления. Иначе возникает проблема адекватности знаний самой объективной реальности. Вот в истории философии известны концепции, которые допускали субъективизм в трактовке противоречия. Например, это были софисты, софистика или же эклектика. Софистика – это субъективное использование относительности противоположностей, их взаимного преобразования. То есть, будучи разновидностью вместо физического мышления, софистика основывается на абсолютизации относительного познания. Она отрицает и наличие абсолютных моментов в процессе достижения истины, спекулирует на фактах изменчивости, противоречивости и сложности познания. Эклектика – это не что иное, как в переводе означает «особность выбирать». Это нарушение естественного объективного единства противоположностей, это сочетание неоднородных взглядов, идей, принципов и теорий. Следующий закон, о котором мы с вами поговорим, это закон количественных и качественных изменений. То есть, будучи важнейшим универсальным законом объективного мира, закон взаимосвязи количества и качества является также одним из основных принципов диалектического метода, то есть всеобщим законом познания. Объективная сторона данного принципа – это реальное существование диалектически сложной системы, развивающихся, взаимодействующих отношений, процессов и явлений, каждая из которых имеет свои две стороны – это качественную и количественную. Движение материи было бы невозможно, если бы она являлась чем-то неделимым. И вот дифференциация материи определяется как раз разнообразием вещей и явлений. Вот в данном случае появляется необходимость ограничить или отличить вещь от другой. Что можно сделать с помощью как раз категории такой, как качества? В взаимодействии вещи проявляют свои свойства. Свойства есть то, что позволяет выявить качество, но характеризует только какую-то одну сторону вещи, единого целого. Однако каждая вещь все же обладает множеством свойств. Поэтому целостной характеристикой вещи является не свойство, из которого состоит, а качество. То есть качество – это философская категория, которая определяет неотъемлемую от бытия объекта существенную конкретность, целостность через органическое единство ее общих специфических свойств. Качество – оно выражает относительно устойчивость предметов и явлений. Ну, качество – это что такое? Например, первое – это внутренняя неопределенность предмета, которая указывает на его границы. Второе – это то, что неотделимо – бытие вещи и предметов. Еще и предмет. И третье – это интегрированное качество, это интегрированная совокупность свойств. То есть качество имеет свою противоположность. Какое? О чем мы говорили? Это, конечно же, категория количества. Вот количество – это философская категория, которая определяет величину предметов. Так же, что она определяет темп протекания процесса, степень и наличие свойства, качества предметов. Чаще всего количественная определенность выражается числом, которое позволяет нам охарактеризовать вещи и применить методические методы исследований. Да, количество выражает первое, ну что, это же дифференцированность, да, то есть предмета на множество предметов. Ну, то есть один, два, три, четыре, пять и так далее. Второе – это степень отличия свойств предметов и явлений. У этого столько, у этого столько. И третье – это подобие или однородность вещей и предметов с другими вещами. То есть единство, взаимосвязь, качество и количество измеряются мерой. Мера – это философская категория, которая определяет интервал количественных изменений, в границах которого основное качество остается прежним. Мера – одна из основных категорий материалистической диалектики. Она имеет объективный характер и всеобщее значение. То есть каждая вещь есть мера. Однако границы меры изменяются, что объясняется условием того или иного процесса, который протекает. Переход количественных изменений в качественных и наоборот. Может быть скачок, может быть наоборот. Постоянные изменения качества и количества, их соотношение характеризуют одну из сторон развития. В виде перехода количественных изменений в качественных и наоборот. Их единство – это единство непрерывности и наоборот уже единство непрерывности. То есть перерыв в непрерывности означает с понятием скачок. То есть переход от старого качества к новому. Вот он характеризует внутреннее содержание как раз процесса развития. Скачок нельзя представить в виде какого-нибудь мгновенного или же разового акта. Это временной интервал конкретных изменений, которые проявляются в несовместимости старых элементов и формах, их организациями с новыми условиями, функционированием всей системы или же вещей. Важной характеристикой является то, что скачок является всеобщей формой развития. А это приводит к разнообразию скачков, которые бывают как частными, так и общими. Первые связаны с изменением отдельных элементов, сторон и свойств, а другие с переходом всей системы в новое качественное состояние. В общем, развитие выделяют такие виды скачков, как эволюция и революция. Эволюция – это не что иное, как развертывание. Оно означает постепенность количественных изменений при сохранении основного качества. А революция – это что у нас, переворот, это поворот, и то и другое, в Львове с французского можно перевести, и поворот, и переворот. Это означает остановку постепенности в развитии и ломку старых. Эволюция и революция, они взаимосвязаны и образуют единство. Однако, все же нельзя абсолютизировать ни одну из этих форм развития. Выяснение источников движения, раскрытие его механизмов – это еще не дает более или менее завершенного представления о развитии в целом. Надо также определить и направление, в каком идет развитие. И действительно, теоретическое направление можно сравнивать с восходящей линией, например, когда все это идет до развития, с движением по кругу, с восходящей или нисходящей спиралью, либо же в виде вероятности. Вопрос о направленности и поступательности развития особенно актуален для общества. Для человека и человечества важно понять, к чему ведут эти всевозможные изменения в обществе – к прогрессу, к вечному круговороту или история идет к своему концу. Ответить на этот вопрос и приблизиться к его разрешению позволяет закон отрицания отрицания. Вот он, еще один закон диалектики. Говоря об определенных фрагментах действительности, нельзя однозначно сказать. Это только старое, то, что является, или это уже новое. Они представляют собой диалектические единства. Ну, единство – это все же противоречивое, которое может и туда, и сюда. И тем не менее, получается, новое – это преобразованное старое. Все то, что в большей степени соответствует условиям, которые сложились на определенном этапе развития. Нельзя нигилистически отнестись к старому. Почему? Потому что новое возникает, все новое возникает у нас на основе старого. Новое – неделимо, но его следует, ну, как бы, заметить, содействует развитию ростков нового, но все же в старом. Создавать условия все эти для нового, опять же, на старом багаже, на старом то, что имелось. То есть, замена старым новым обозначается понятием отрицания, которое выражает определенный тип отношений между стадиями, состояниями общества и объекта. Но отрицание – это может быть и результат внутренней противоречивости вещей и явлений. Это то, что присуще само по себе. То есть, это самоопределение на лицо самоотрицания. Отрицание также – это может быть диалектическое отрицание, да, оно противоречиво по своей природе и результативно. Оно представляет единство разрушения и уничтожения, а также создание или появление, возникновение чего-либо нового. Также отрицание – оно конкретно и разнообразно в зависимости от природы вещи и условий развития. Главным в понимании отрицания является все же вопрос – может ли быть новое качество абсолютным всегда, и всегда оно может быть только лишь новым. В этой связи и возникает идея беспрерывности развития, что и находит отражение в таком понятии, как отрицание – отрицание. Вот новое качество отрицается более новым качеством, и получается таким образом, развитие – это как отрицание, это как последовательность циклов, это беспрерывность развития. Вот в обществе, поскольку отрицание реализуется через действия людей, необходимо различать отрицание как объективный закономерный результат развития и разрешение противоречий, как внутренних, так и внешних. Второе – это создание людьми этого объективного процесса, который может быть или адекватным условием развития, или же искаженным. И третье – это практическое действие людей в соответствии с объективными процессами, вопреки им. То есть это закон отрицания-отрицания, он опирается на два других законах диалектики, а также на ее принципы, и дает возможность наиболее конкретно и полно представить развитие, определить его направление и тенденции, и сознательно содействовать, или же наоборот мешать становлению всего нового. Это был первый метод. Второй метод, о котором мы поговорим, это метод прагматический. Вот среди методов, выражающих специфические черты философии, вот одно из важнейших мест занимает прагматический. Прагматический, который приводит греческого, означает действие, или же еще один перевод – это практика. Вот он исходит, этот метод, из синтеза знаний и преобразовывает, составляет характерную черту философства. Философы лишь различным образом объяснили мир. Но дело заключается в том, чтобы мир не объяснить, а изменить его. Вот данное стремление философии поставлено на передний план как раз прагматизма. Прагматизм и есть, по утверждению Джеймса, не что иное, как метод. То есть прагматический метод пытается истолковать каждое мнение, указывая на его практические следования. Если мы не в состоянии найти никакой практической разницы, то оба противоположных мнения означают по существу одно и то же. Все выводы проверяются на человеке. Структуризм, системный подход, функционированный анализ, прагматизм, диалектика – все они в какой-то мере импонентны любому предмету. Затем метод из всех перечисленных, который достиг успеха в той или иной сфере формирования, он начинает проникать уже как успешный в смешанную область, действуя на них в качестве инструмента. Вот в методологии тоже есть преемственность. Сдвиги методов аналогичны с двигом проблем. И здесь огромное поле деятельности для методологов. Как же взаимодействуют между собой метод и принципы? По существу основные методы философствования – это все же скорее принципы, которые открывают в мире и в мышлении, а затем уже рекомендуется применяться везде. То есть результаты познания сами в какой-то мере определяются исходными принципами. И у каждой встроенной философской системы будет уже свой принцип. Ну, например, у Гегеля это была абсолютная идея. У Ницше – это воля к власти. О роли принципа философствования Владимир Соловьев сказал так. Когда в умственном развитии должен проявляться какой-нибудь принцип, то для того, чтобы он всецело был выражен и вполне развит, необходимо, чтобы носитель этого принципа признавал его абсолютным. И, следовательно, безусловно, отрицал значение всякого другого принципа. И получается, значение имеет также личность философа и внешние условия работы. Главная философия – не набор знаний, а способность думать. Философия имеет свои методы. И сократовскую майорфтику, развившуюся кожу в диалекте, как метод мышления, и совокупность рациональных правил, таких как универсальную циркуль, которым у нас измеряется бытие, ну и многие другие. Вот использование этих методов необходимо, но все же недостаточно. И здесь подходит аналог, например, с языком. Существует в языке и фонетика, и грамматика, и лексика, которые можно знать, но при этом не уметь говорить на данном языке. Точно и так же можно выучить философию, но при этом не уметь думать. Навык и тренировка требуется как для овладения умением говорить, так и для овладения умением мыслить. Это второй уровень овладения дисциплины любой. И, наконец, высший, третий уровень – это творческий, когда удается сказать новое слово в буквальном и переносном смысле. Итак, три уровня получилось, да? Знание, умение и творчество. Вот умение мыслить связано с критической оценкой происходящего. Поскольку всякая самостоятельная мысль находится в противоречии уже с существующими стереотипами, с ценностными отношениями к миру. Поскольку одна мысль неизбежно тянет за собой и другую. Человек или умеет говорить на другом языке обо всем, или не знает языка вовсе. Также он либо имеет свой целостный взгляд на мир, либо еще не дорос до философии. Итак, вот мы рассмотрели с вами основные вопросы сегодняшнего занятия. Обратите внимание на домашнее задание. Дома в системе дистанционного обучения вам необходимо выполнить тестовое задание по теме методы и внутреннее строение философии. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне задать как в системе дистанционного обучения, либо же написать письмо на мою электронную почту. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.